И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео я расскажу вам о том, как сделать умный инфракрасный пульт для управления лампой, телевизором и кондиционером со смартфона. Если вы хотите поддержать выходом новых видео, просто поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Это очень поможет его развитию. Несмотря на сложившуюся ситуацию, я буду продолжать делать все проекты и выпускать видео об этом. Не буду тянуть время и приятного просмотра! Для начала я хотел бы продемонстрировать работу своего устройства. Первый пульт в моем приложении – это пульт освещения. С его помощью можно включать и выключать свет, переходить в ночной режим, управлять яркостью, температурой света, сохранять параметры освещения и переключать его режим. Также я предусмотрел таймер, по истечению которого свет автоматически выключится. Следующий пульт – это пульт от телевизора. В нем предусмотрены кнопки для управления питанием телевизора, перехода в режим кабельного ТВ, управления громкостью, переключения канала, включения-выключения звука, открытие меню источника, перемещение по меню, и кнопка «Ок». Последний экран нужен для управления кондиционером. Для этого вы устанавливаете температуру, выбираете режим работы и мощность обдова. По желанию можно включить торбо-режим, покачивание обдова вверх-вниз, влево-вправо или режим сна. Теперь к тому, как настроить умный пульт. Первым делом вам нужно зарегистрировать пользователя в моем приложении. Для этого открываем экран регистрации и возим почту и пароль вашего будущего пользователя. После его создания откроется экран входа, на котором нужно указать его данные. После создания пользователя подключаем плату ESP8266 к питанию, подключаемся к Wi-Fi точке умный пульт и переходим по этому адресу. Первый пульт, который мы настроим, это пульт освещения. Для этого открываем экран настройки пульта, выбираем кнопку пульта, которую нужно настроить и нажимаем соответствующую кнопку на реальном пульте. То же самое делаем для каждой кнопки. Ну а после настройки нажимаем на «Сохранить пульт». У вас должен появиться ID пульта, который нужно запомнить, так как он нам пригодится позже. Таким же образом настраиваем пульт телевизора. Если после того, как вы сохраните пульт телевизора, у вас не будут открываться другие страницы, нужно просто перезагрузить плату, перейти на веб-сервер и продолжить настраивать параметры работы. А для настройки пульта кондиционера вам достаточно нажать на любую кнопку вашего пульта, после чего у вас должен появиться ИК-протокол. После настройки ночных вам пультов возвращаемся на главную страницу и вводим данные вашей Wi-Fi сети и вашего пользователя. Если вы захотите перенастроить параметры работы, вам нужно нажать и удерживать специальную кнопку, подключить плату ESP8266 к питанию и подождать 3 секунды. После этого у вас снова появится Wi-Fi-точка, подключившись к которой и перейдя на веб-сервер, вы сможете изменить нужные вам данные или же перенастроить пульты. Для того, чтобы добавить пульт освещения, следует ввести его название и идентификатор, который отобразился при его настройке. Система с добавлением пульта через его идентификатор нужна для того, чтобы в будущем, если вы захотите управлять освещением в разных комнатах, вы смогли сделать еще один такой же прибор, только который будет стоять в другой комнате и управлять другой лампой. Для него вы сможете создать отдельный пульт, обладающий другим ID. В моем приложении также предусмотрен экран настроек. Первый параметр – это количество шагов яркости. И лишь о том, сколько раз нужно нажать на кнопку уменьшения или увеличения яркости, для того, чтобы перейти от минимальной к максимальной яркости и наоборот. Для того, чтобы настроить этот параметр, нужно установить на вашей лампе минимальную яркость и посчитать, сколько раз нужно нажать на кнопку пульта для достижения максимальной яркости. Следующие параметры – это количество шагов изменения температуры света. Соответственно, для его настройки нужно установить максимальную температуру света и посчитать, сколько раз нужно нажать на кнопку уменьшения температуры света. Следующие два параметра – это минимальная и максимальная температура света. Увы, узнать их самостоятельно не получится, поэтому нужно поискать их в описании лампы. А впрочем, это не так важно. Для создания умного пульта вам понадобятся следующие компоненты. Плата ESP8266 в версии 0.9, ИК-приемника VS1838B, НПН транзистора, 6К светодиодов, обочинная кнопка и резистор на 10 кОм. Для этого проекта я смоделировал и напечатал корпус на 3D-принтере. На печать основного корпуса и его крышки я потратил 4,5 часа и 25 грамм пластика. В основном корпусе предусмотрены отверстия для размещения кнопки ИК-приемника, а в крышке отсеки для шестин и К-светодиодов. Для управления умным пультом по интернету я использовал платформу для мобильных приложений Firebase. Она включает несколько облачных баз данных, системы авторизации пользователей, хостинга для веб-приложения, облачные функции и функции машинного обучения и много чего еще. Из этого всего я использовал систему авторизации и базу данных RealTem Database. Подробнее о том, как в базе данных RealTem Database хранятся данные и как работает защита данных, я рассказал в этом видео. Если же вы хотите узнать о том, как с помощью Firebase отправлять и получать данные от платы ESP32, посмотрите уже это видео. Теперь я хотел бы рассказать подробнее о коде. Ссылку на скачивание библиотекам, которые понадобятся для его работы, я оставлю в описании к этому видео. Отдельно вам нужно обновить библиотеку Arduino JSON до версии 6.15.2, так как если у вас ниже версия, это приведет к ошибке компиляции. Для настройки параметров работы через веб-сервера вам нужно загрузить HTML-страницы в файловую систему платы ESP82.66. Перед этим следует установить специальный инструмент для Arduino IDE, который я оставлю в описании к этому видео. Для его установки разархивируйте приложенную мной папку по этому адресу. После этого откройте мой скетч в Arduino IDE, подключите плату ESP82.66 к питанию, откройте меню инструментов и нажмите на эту кнопку. А для непосредственной загрузки кода нужно выбрать плату NodeMCU 0.9. После загрузки кода вам нужно спаять все компоненты по этой схеме. Если вы будете использовать мой корпус для пахи кейка светодиодов, вам сперва нужно зафиксировать их в отсеках с помощью суперклея, а затем скрутить и спаять соответствующие выводы. Также перед установкой платы приклейте на Wi-Fi модуле двухсторонний скотч. Затем нужно аккуратно поместить плату внутрь основного корпуса и зафиксировать ИК-приемник и кнопку сброса параметров работы в специальных отсеках. Когда вы проверите работоспособность умного пульта, выберите место для него в вашей комнате. Не всегда ИК-сигналы будут доходить до управляемого устройства. У меня, например, не получается нормально управлять этой лампой. Если у вас есть идеи, как можно решить эту проблему, обязательно напишите об этом в комментариях. Теперь я хотел бы подвести итоги. Проект умный пульта хоть является и необязательным, но все-таки полезным устройством. С его помощью можно полностью отказаться от обычных пультов и использовать смартфон в качестве универсального пульта. А на этом мое видео подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!